Увековечивают красоту зверей и пернатых. Такую задачу ставят перед собой таксидермисты, которые изготавливают чучело животных и птиц. В нашей стране есть всего два таких специалиста. Они работают в столичном национальном музее этнографии и природоведении. Сергей Кубань и Владимир Никифоров говорят, что профессия таксидермиста одна из самых интересных. Владимир Никифоров работает таксидермистом больше 30 лет. Он говорит, что добиться качественного результата можно только упорным трудом и самоотдачей. Мы делаем все и птицу, и зверя, и как бы во всех профилях, как говорится. Но в основном мы здесь занимаемся реставрацией. Реставрацией старых работ, которые находятся в хранилищах музея. И уже одновременно контролируем те выставочные экспонаты, которые находятся внутри музея. Сергей Кубань говорит, что работает в музее с 1966 года, и рабочее ателье давно стало для него вторым домом. Таксидермисты говорят, что самое сложное — сохранить как можно более натуральный вид животных и птиц. Вот эта витрина бывает изготовлена основателем музея Остерманом. Это из первых витрин его. Вот горлица, летучая мышь, сойки. Наше дело восстановить это все. Поправить перышки, снять пыль, продезинфицировать, чтобы это еще стояло сотни лет простояло. Специалисты рассказали, что до того, как чучело будет представлено публике, требуются долгие месяцы работы. Привозим птицу, чтобы она была не помята, чтобы перья не были закручены. Она остывает несколько суток. После того начинается препарирование ее. Сделали разрез, посыпается крахмал. После того, как уже все подготовлена кожа, начинается ее формирование. Сделаем заготовку. Заготовки можно сделать из пенопаста, можно сделать стружки, можно сделать соломы. Все возможно. Директор Национального музея этнографии и природоведения Петр Викл говорит, что профессию таксидермиста надо поддерживать, чтобы она не исчезла, а музеи могли пополнять свои коллекции. Конечно, мы хотим обеспечить работников музея современным ателье со всеми условиями для обработки, потому что в таксидермии есть особая техника. Нужны специальные холодильники, химические вещества для работы. В Национальном музее этнографии и природоведения находится коллекция из более полутора тысяч чучел зверей и птиц. Субтитры создавал DimaTorzok